Всем привет! У нас уже которую неделю дуют сильнейшие ветра. Для нашей зимы это вполне нормально, но если честно, иногда просто задалбывает. Гулять неприятно, на улице холодно. Мы уже с сыном делали ветрогенератор. А что еще делать в такую погоду? Надо ветер как-то запрягать и использовать его энергию. Сегодня хочу показать еще один мой эксперимент, который я сейчас пока только собираюсь сделать с помощью кулеров. Я хочу собрать все мои кулеры, которые вы уже наверняка видели, как я из них делал генераторы, и посмотреть на какую максимальную мощность они рассчитаны, а точнее не рассчитаны, сколько энергии я смогу с них взять на наших ветрах. Все эти кулеры имеют питание по постоянному току. И волшебным образом все эти кулеры вырабатывают такой же постоянный ток. То есть вот здесь на проводах, в какую бы сторону кулер не крутился, у меня будет постоянное напряжение. Что в этом кулере, что в этом? Есть очевидно какая-то выпрямляющая схема, которая позволяет мне не использовать дополнительных выпрямителей. Что казалось бы проще? Взять, да соединить все эти кулеры вместе, плюс к плюсу, минус к минусу. Но так делать нельзя. Почему? А представьте, вот мы соединили два кулера. Один из них начинает вращаться, у него появляется напряжение на проводах. Что будет с этим кулером? Правильно, он будет потреблять энергию от вот этого кулера и в итоге они будут работать сами на себя. Можно кричать «Ура! Получился вечный двигатель». Ну, вечных двигателей не существует, а если их существует, то не у нас. В общем, чтобы такого не произошло, чтобы кулеры не сажали друг друга, мне понадобится диодная развязка. Что это такое? Это просто диодики, либо такие, либо вот такие пары диодов шутки в сборке, которые позволяют мне направлять ток так, чтобы кулеры, генерируя ток, не замотали друг друга. Схему я вам нарисую. А пока, давайте проверим работоспособность диодиков, которые я повыпаивал из разных схем. Проверять детали можно с помощью тестера. Но иногда тестера просто нет, а мне просто хочется вспомнить свою молодость, как я проверял разные детали при помощи лампочки и батарейки. Меня часто ругают, что светодиод я называю лампочкой. Ну и пусть ругают. Вот это светодиод, это батарейка. Вроде бы правильно назвал. А теперь я буду проверять первую деталь, конденсатор. Хочу его использовать для стабилизации. Я подключаю его к батарейке и к светодиоду и ничего не происходит. Подключаю другой стороной. Конденсатор не пробит. То есть ток он не проводит. Ни положительный, ни отрицательный. Хотя можно проверить на всякий случай, есть ли у него емкость. Может он просто высох. Для этого мы один раз замыкаем контакты и светодиод вспыхивает. Если я еще раз прижму, вспышки не будет. Что произошло? Конденсатор накопил энергию и мы эту энергию через светодиод потребили. Но после этого конденсатор не проводит. Итак, мы проверили конденсатор. Он не проводит постоянный ток, но при этом накапливает энергию. Что мне и надо. Теперь мне нужны для моей схемы диоды. Проверяю я их аналогичным образом. Причем я даже не вижу маркировки. Она может быть стерта, а может быть ее просто нет. Кто-то опознает эти диоды по корпусу. Я их не опознаю по корпусу. Я просто проверяю, будут ли они проводить ток в одном направлении и не проводить в другом. Итак, в эту сторону предполагаемый диод не проводит. Переворачиваем его. Замыкаем контакт. В эту сторону проводит. Причем проводит не очень хорошо. Не нравится он мне. Возьму другой. На этом возможно диоде, а возможно нет. Нет ни маркировки, ни полоски. Тыкаю его. Не проводит. Тыкаю в другую сторону. А тоже не проводит. Либо это сгоревший диод, но старее всего это стабилитрон. Если рассмотреть его под увеличительным стеклом, то там будет маркировочка и мы ее увидим. И таким же образом я проверяю остальные маленькие диоды. Диодов мне не хватает, чтобы развязать 4 кулера, которые у меня есть. Я решил использовать вот такие сборки. Это два диода шотки, собранные вместе. Причем на маркировке можно увидеть, как они направлены. Встречены друг к другу или в разные стороны. Таким же образом я проверяю работоспособность вот этой пары диодов шотки. Диод горит. Проверяем в обратную сторону. Светодиод не горит. То есть вот эта вот сборочка, мне она очень понравилась. Она запирает в обратном направлении очень хорошо, но при этом в прямом направлении проводит даже лучше, чем вот эти маленькие диоды. У меня есть еще одна такая сборка. Ее я тоже проверяю таким же образом. Я к одному контакту подсоединяю плюс, ко второму светодиод. И так горит. Заметьте, что горит так же слабо, как и вот эти диодики. Ну, так как такой вот хорошей сборки у меня под рукой нет, буду использовать одну такую и одну такую, потому что мне лень паять. А эти уже спаяны так, как мне надо. Ну, а теперь приступим к схеме. Итак, что мы имеем? У нас четыре вентилятора. Изображу их вот так. Это крепить я их буду немножко иначе. Вот четыре вентилятора, каждый из которых будет генерировать напряжение. Напряжение уже выпрямленное. У каждого я поставлю сверху плюс. Ну, а второй вывод обозначу вот такой. точкой. Пусть это будет земля или ноль. Итак, у меня есть плюс и ноль. Мне надо соединить их так, чтобы вентиляторы не запитывали друг друга при вращении, а запитывали только мою нагрузку. Здесь я изображу сопротивление нагрузки. Вот такое вот красивое нагрузочное сопротивление. Давайте решим эту задачу вместе. Итак, мы помним, что ток течет от плюса к минусу. И есть такой полупроводниковый прибор, диод называется, который этот ток пропускает тока в одном направлении. Вот сюда, на плюсики, мы ставим диоды. Вот они, четыре диода, которые от плюса наших ветричков направлены к нагрузке. Все вот эти вот точки мы просто соединяем вместе. Одним единым проводом. Нарисую его здесь. Через вот такие мосты. Раз. Перешагиваем плюс два. И перешагиваем плюс три. Мы объединили все вот эти провода вместе. Вот у нас общий ноль или земля. И через диоды мы направили ток вот в этом направлении. Смотрите, что произойдет. Давайте рассмотрим вот один вентилятор. У него есть общая точка с каждым из них. И вот он выработал свое положительное напряжение. и оно направлено по диоду. Когда мы соединяем вот таким вот образом, ток функционировать и протекать в этой сети не может. И цепь у нас разомкнута. Хотя оба кулера соединены вместе. Ну, вот и вся задачка. Задачка решена. То есть мы взяли четыре диода. Еще раз подчеркну. Кулеры вырабатывают именно выпрямленное напряжение. Показывать я это не буду. Эксперименты проведены. На моем канале они есть. Можете посмотреть сами. И вот у нас появилась положительная общая шина. Вот тут вот такой большой плюс. Все. Подключаем нашу нагрузку. Можем здесь вольты мерить, амперы, либо засвечивать какие-нибудь лампочки, либо заряжать аккумуляторы. Кроме этого, я к своей вот этой вот хитроумной схеме вот сюда поставлю электролитический конденсатор. Так говорят, рисовать красивее, а схема работает надежнее. Да нет, на самом деле для стабилизации всплесков и выплесков напряжения. Ну, на всякий случай. Мне так хочется. Все. Вот эту схему я буду реализовывать. При реализации этой глобальной схемы мне понадобится вот такой деревянный дрын. Можно было бы, конечно, найти дрын поуже, но у меня не было. На этот дрын я буду крепить с помощью шурупов мои кулеры. У меня их четыре. А шурупы я использую самые такие в хозяйстве пригодные. вот такие. Они хорошо пролазят в эти отверстия и можно привинчивать. И в итоге у меня получается вот такая вот конструкция. Сейчас я привинчу еще парочку кулеров и покажу, как оно будет выглядеть в сборе. Так как я поклонник минимализма, я использовал всего четыре шурупа и прикрутил все мои вентиляторы на одну доску. Вот получилась такая вот ветровая установка. Вполне неплохо смотрится. Проверяю, не заклинив ли я вентиляторы. А теперь я займусь немножечко пайкой. Ну вот, после минут возни, ну не одной, конечно, минуты, эта схема реализована, что говорится, в железе. Я подключил две диодные сборки по два диода. Согласно вот этой схеме, я прикрутил конденсатор и соединил все кулеры с этой выпрямляющей схемой. Теперь у меня есть два вывода и я хочу аккуратненько все это дело расположить на вот этой вот дощечке. Как все мы хорошо знаем, любая интегральная схема после сборки требует доработки напильника. Ладно, это шутка. В общем, я замотал пролетарской, пионерской изолентой всю систему. теперь она хорошо на палочке выглядит и рекомендую обязательно, прежде чем выходить на испытание, проверить генерацию всех четырех кулеров по прибору. Проведем лабораторные тесты. Я буду вращать по очереди вентиляторы. Стрелочка отклоняется, стрелочка отклоняется, стрелочка отклоняется и последний, четвертый. Стрелочка слегка но отклоняется. Самый плоховатый у меня вентилятор, переживший немало экспериментов. Но ничего страшного, он тоже будет помогать мне в генерации. Ну, а теперь я подготовлю мой супер ветряной генератор к испытаниям в поле. Стрелочка 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 с Стрелочка